Мы были так популярны, что их показывали в перерывах между хоккейными матчами. Официально считается, что мультипликация на Урале появилась в 1973 году. Тогда на Свердловской киностудии начало работать объединение, создававшее кукольные мультфильмы по сказам Бажова и Мамина Сибиряка. Но на самом деле Свердловская анимация зародилась минимум на 10 лет раньше. В 60-х годах вот в этом здании, в одной из комнат располагался мультцех Свердловского телевидения. Валерий Фомин уже тогда был режиссером анимационных фильмов. Ему принадлежат одни из первых работ мультцеха «Соваов на орбите», «Зеленый змей» и «Мартышка и смычки». Новый отдел, вспоминает, всегда привлекал работников других редакций телестудии. Люди приходили, интересовались, как, что учили, как надо делать, что такое план, монтаж, раскадровка, все мне объясняли, так вот кучей собирались и разговаривали. В 70-е и 80-е годы на студии продолжали работать в основном самородки. У большинства не было специального образования, зато все были влюблены в свое дело и изобретательны. Сергей Айнуддинов когда-то работал инженером на заводе. Доверью в мир профессиональной анимации для него стала серия мультфильмов о «Мумидоле», самый известный, титулованный и любимый проект мультцеха. Ах, я без нее, как без рук. О, ровно, кольпушки. У «Муми-мамы» пропала сумка. Работа над одной серией шла больше года. Созданием «Сказочного мира» занималась небольшая группа под руководством Анатолия Аляшева. Он уже к тому времени был режиссером с мировым именем. Его рисованная картина «Русские потешки» была признана лучшей на всесоюзном фестивале, а кукольный мультфильм «Буренка» из Масленкина был переведен почти на все языки мира. Новый сериал было решено делать в технике рисованной перекладки. Части персонажей сначала рисовались на ватмане, а потом вырезались из него. Таким образом возникали ручки, ножки, половина, даже туловище возникало, головы отдельно. Все было сделано и подготовлено именно на таком ватмане, обычном толстом ватме. И под камеру это все собиралось, насколько это возможно, вот в этот некий сэндвич. С 80-го по 83-е годы появилось три серии. Все дело в шляпе, лето в мумидоле и в мумидол приходит осень. Потом в сказочной стране должна была наступить зима, но финансирование мультпроектов прекратилось. А вскоре перестал существовать и сам мультсех. Художники перешли на киностудию и уже там продолжили развивать то, что позже назовут уральской школой анимации.